Значит, в стае содержание углерода от 0 до 2,13%, а в чугуне содержание углерода будет от 2,13% до 6,67%. Это мы с вами должны четко знать и понимать, потому что когда мы будем с вами заниматься маркировкой материалов, мы должны с вами четко понимать процентное содержание материалов. Но опять-таки мы должны с вами вернуться к нашей исходной позиции. Понимаете, был железный век. Но мы с вами прекрасно знаем, что на земном шарике нет чистого железа, за исключением метеоритного железа. А метеоритное железо и то содержит следы марганца и кремния. А как же так? Мог возник железный век. Что же у нас есть на земном шарике? Но мы с вами все прекрасно знаем, что мы очень богаты железной рудой. А что такое железная руда? А железная руда состоит из оксидов железа. Значит, железная руда состоит из оксидов железа. Но еще железная руда содержит пустую породу. А что такое пустая порода? А пустая порода это СО2 и Аммини2О3. Кремнизем и глинозем. Вот что из себя представляет железная руда. И вот, господа, мы с вами прекрасно знаем, что чистые железа имеют температуру плавления 1536 градусов Цельсия. Представьте себе, как они могли в те времена расплавить эту руду. Потому что, видите, что железная руда имеет температуру плавления 1536 градусов Цельсия. А оксиды железа, они более туго плавкие. И помимо того, есть еще пустая порода. Но на что еще надо обратить внимание? Самая богатая железная руда содержит 40-60% железа, а остальное пустая порода. И таким образом мы с вами видим, что в те времена люди не могли расплавить эту руду. Они не могли получить чистые железы. Потому что СИО2 имеет температуру плавления 2000 градусов Цельсия. А алюминий 2О3 имеет температуру плавления 5000 градусов Цельсия. То есть, господа, вы видите, по сути дела, нереально расплавить эту систему и нереально получить железо. И возникает вопрос, как они могли это достичь? И вот, чтобы нам было ясно и понятно, как этот процесс мог осуществиться, и как люди могли получить железо, мы с вами должны рассмотреть совершенно другой процесс. Мы с вами знаем, что был бронзовый век. И мы знаем, что бронзу плавили в плавильных печах. А печи обкладывали камни. В процессе плавления бронзовый камень нагревался. И вот, случайно, в эту кладку попадала и железная руда. Эта железная руда тоже подвергалась нагреву. Но помимо того, что она подвергалась нагреву, в процессе выплавления бронзы происходил еще другой процесс. Когда заканчивался процесс плавки, то есть нужно было отдыхать, прекратить процесс плавки, нужно было что? Нужно было прекратить процесс горения, чтобы топливо сохранилось, потому что топливо очень много расходов. А что являлось основным топливом? Основным топливом являлся углерод, который, это являлся лес, дрова, древесный уголь. Ежели мы будем окислять, то есть будет происходить процесс горения, то у нас будет происходить реакция горения, которая будет сопровождаться образованием углекислого газа и выделением тепла. Так называемая эксотермическая реакция. Основная реакция горения. Но когда выплавка бронзы прекратилась, топливо нужно сохранить, плавильщики делали процесс сохранения топлива. Они уменьшали доступ к кислороду. А когда происходило торможение, горение, то образовывался угарный газ. Угарный газ. И это эндотермическая реакция. Реакция с поглощением тепла. И вот этот самый угарный газ стал выделяться и, проходя через кладку доменной печи, стал восстанавливать оксиды железа. Феррум 2О3 плюс СО образовывалось Феррум 3О4 плюс СО2. Феррум 3О4 плюс СО Феррум 3О4 плюс СО И вот этот угарный газ, проходя через каменную кладку, стал восстанавливать. Но опять-таки, обращаю ваше внимание, каменная кладка была нагрета. Потому что до этого шел процесс выплавки бронзы. И что же у нас в конце получалось? А в конце у нас получалось, что Феррум 3О4 плюс СО в итоге мы получали Железо. И когда приходилось менять эту кладку, потому что, видите, кладка нагрелась, и потому что происходило даже порой вытекали ручейки расплава. Это мы потом с вами рассмотрим, что это за ручейки расплава. То есть, образовывался чугун, вытекал. И кладка теряла свою прочность. Кладку нужно было менять. И когда меняли кладку, то рабочие обратили внимание, что этот камень стал пластичным. Его можно было деформировать. И в процессе деформации можно было получить любое изделие. И что самое главное и самое интересное, впервые был открыт способ сварки ковкой. Потому что отдельные куски можно было соединять. И таким образом был открыт способ получения ковкого железа. И поэтому становится нам ясно и понятно, как они могли, в то время, не имея высоких температур, получить ковкой железа. А эта ковка железа была намного прочнее бронзы. И вот первые результаты, первые полученные куски железа были на много раз многократно дороже железа. И поэтому, естественно, было обращено внимание, как можно больше нужно было получать железа. Все.